Всем привет! Потихонечку начинаю приводить свою теплицу в порядок. Думаю, что мне делать с этим виноградом, который у меня из косточки. Ему уже три года, и он ни разу не плодоносил. Вот думаю, пересадить их на дачу или вообще просто взять и выбросить. Потому что если виноград заплодоносил на следующий год, значит вам повезло. Но если не заплодоносил, то я думаю, что уже нечего и ждать. Есть, конечно, надежда какая-то, но я смотрю, что ничего хорошего здесь не будет. Я вам уже показывала свой виноград из косточки, который заплодоносил у меня практически на второй год, то есть сиенец. А этим уже три года, и они никак. Здесь же у меня вот киви, киви из косточки. Вот оно такое. Я его в этом году не буду укрывать. Так он у меня будет зимовать. Здесь второй кустик киви из косточки. И вот здесь у меня есть еще один кустик, который я купила, но это, как мне сказали, плодоносящий. Подождем плодов. Но я хочу вам сегодня показать другое. Меня часто спрашивают про дендробиум. В этом году я все свои орхидеи снесла с дома, кому раздала, кого поставила в теплицу. Потому что у меня ребенок температурит уже полтора года, и мы никак не можем найти причину. Как нам сказали, возможно, он переболел ковидом. Но на всякий случай я убрала из дома все орхидеи. И вот этого красавца я пожалела просто кому-то отдавать, поставила в теплицу. Потому что фаленопсисы поставила в теплицу, они припалились. То есть листики у них стали обгорать, солнце все-таки им тут многовато. А вот этот красавец себя тут на удивление чувствует хорошо. Он у меня уже цветет месяца три. Растет вот в таком вот месте. Молодая порос у него пошла. Молодые бульбы хорошие наросли. Вот старые бульбы зацвели там, где они не цвели. Вот еще бульбочки у него там проявляются. В общем, я решила поделиться с вами вот этой информацией, что дендробиум, если у вас нет места, или вы хотите, чтобы он немножко жил, вынесите его в теплицу, если у вас есть. Я его просто поливала сошлала. Вот поливала здесь землю, и параллельно поливала и вот этот дендробиум. И ему здесь комфортно. Он себя тут прекрасно чувствует. Единственное, что, конечно, я его чуть-чуть попозже занесу в дом на зиму. Ну, а весной, как только пройдут более-менее заморозки, я его опять перенесу сюда в теплицу. И место на подоконнике освободится, и ему здесь комфортно. Вот. Точно так же я вынесла свои лимоны, которые у меня в доме пропадали. Вот. И этот мой вообще думала, что он у меня загнется. Но как только я вынесла сюда в теплицу, им здесь стало более-менее комфортно. Вот. Этот вроде бы стал оживать. Этот вообще пошел хорошо расти. Ну, а этот каламандин, наверное, он пока вот так себя чувствует. Но здесь у меня получается как бы огородная земля, а здесь у меня купленная. Поэтому, я думаю, чуть попозже я пересажу их в специальный грунт для лимонов. Ну, что я хочу сказать, что некоторые цветы, некоторые кусты, деревья, можно выставлять в теплицу и пробовать летом выращивать именно здесь. Потому что заметила, что если квартира с пластиковыми окнами, очень многие растения там пропадают. Вот и у меня лимон. Я... Два лимона вот так вот просто у меня пропали. Вот. Поэтому я их сюда вынесла, и они у меня здесь вот так вот и сидят. Вот. Точно так же, как и дендрубюм. На подоконнике он себя там... Как-то ему то жарко было, то влаги не хватало. А тут ему вполне комфортно. Я тут полила где-то. Вон, смотрите, новый прирост пошел. Хороший такой. Так что... Можно выносить дендрубюм в теплицу. Орхидеи фаленопсисы, конечно, не идут они сюда. А дендрубюм замечательно. А еще хочу показать вам такую штучку. Вот. Смотрите. А, отпал. Отпал. Вот. Вроде как бы завязался у меня здесь гранат. Но видно, что это погрызло. А может просто холодно. И у меня отпал гранатик. Сидел тут, сидел. Вот он сидел, сидел и отпал. То есть этот гранат у меня цветет. И даже умудрился завязать один плод. Ну, видно, ему тут не комифлю. Надо, кстати, тоже уже переносить его в дом. Вот. Здесь же у меня еще довисает мой виноград из косточки. Красавец. Очень-очень вкусно, ребята. Я прям не ожидала. Мы его ходим так щипаем. Ну, очень вкусно. Я прям рада, что у меня вырос из косточки вот такой виноград. Вот. Ну, а пока. Всем до встречи. Субтитры сделал DimaTorzok. Субтитры сделал DimaTorzok. Субтитры сделал DimaTorzok.